Всем привет, с вами Шушаник, автор блога usadvice.ru, все про США. Сегодняшнее видео будет о том, чего нет в США. Принято считать, что в Америке все есть, все можно найти, заказать и так далее. На самом деле это не совсем так. И в этом видео я расскажу, чего здесь нет, а что есть в наших странах. Но до этого хотела такое небольшое отступление сделать. Я прогуглила эту тему специально, чтобы посмотреть вообще, что люди пишут на эту тему. И была немного удивлена. И то, что я увидела, по крайней мере в топе гугла, те блогеры, которые писали на эту тему, видно, что они в Америке не жили. Но там Варламова я увидела пост, правда старый, за 2012 год. Еще там пару блогеров, то есть они писали, чего нет в США. В США очень поверхностно видно, что человек здесь не жил, потому что на самом деле это есть. Просто надо знать, где искать и как это назвать. Скажу пару слов об этом в конце, наверное. Начну с того, чего же здесь на самом деле нет. Как-то так получилось, я составила список и большая часть получилась связана с детьми. Значит, чего здесь нет, это, как многие знают, киндер-сюрпризов. В Америке они запрещены законодательно, потому что запрещено смешивать еду и игрушки. И, ну, многие рассказывают об этих случаях, когда там кого-то в аэропорту отобрали два киндер-сюрприза и там отругали или оштрафовали, или еще что-то. Да, ну, я не знаю, насколько это серьезно может быть, но на самом деле здесь нет киндер-сюрпризов. Здесь вот такие яйца, они продаются просто игрушка внутри без шоколадки. Или шоколадка отдельно, то есть нет такого, что шоколадка внутри игрушка. Да, на самом деле это так. Следующий момент, дальше уже вещи, о которых, наверное, вы не знаете. Здесь нет японских подгузников. Точнее, они есть, можно заказать на Амазоне в три дорога, которые, наверное, привозят из Японии прямо, я не знаю, потому что цены безумные. Но вообще в магазинах их нет, и чтобы заказать, в общем, надо найти, где заказать. И будет очень-очень дорого стоить. Тоже большой шок для многих мам, которые сюда приезжают, потому что они привыкли, что в Украине, в России они покупали японские подгузники, а здесь вот нет. Здесь Хаггис Памперс и другие там эти бренды американские, так вот, без японских подгузников обходятся. Следующий момент опять про детей. В Америке нет ортопедической обуви. Опять у мам у всех шок, когда они сюда приезжают, где найти ортопедическую обувь для ребенка. Этому есть две причины. По американским законам здравоохранения, нормам считается, что ребенок, когда начинает ходить, и вообще, ну, маленького ребенка, наоборот, нужно, чтобы он был максимально босиком. Если обувь, то с мягкой подошвой. Она не должна, как бы, стеснять движений ноги. То есть это абсолютная противоположность тому, для чего создана, как бы, ортопедическая обувь. Поэтому ее нет. То, что здесь называют ортопедической обувью в Америке, это обувь, стельки или приспособления, да, наверное, даже лучше так сказать, для медицинских вещей. Когда у ребенка какие-то медицинские проблемы с ортопедической точки зрения, то да, выписывают, здесь делают кастом, да, под ногу ребенка, ну, или взрослого, не имеет значения. Они делают или стельки, или orthotics, да, здесь называют их, которые поддерживают ногу. Или есть там разновидность обуви, которая растягивает как-то ногу в одну определенную сторону, или еще что-то. Но это все медицинские вещи, это не обычная обувь, которую ты можешь в магазине купить. Некоторые из этого, кстати, можно купить просто в магазине, не кастом. Но, опять же, это не обувь, которую ты на каждого ребенка оденешь. А ортопедическая обувь, которая у нас в странах, ее здесь очень тяжело найти. То есть кто-то находит нечто подобное, какой-то бренд, который делает похожую обувь, начинает покупать там, но на самом деле ее как бы здесь нет. Следующий момент, чего здесь нет, опять это к детям относится, это кроваток в детском саду. На самом деле они есть только в русских садиках. А в американских садиках, ну и там во всех других садиках, дети спят на таких, типа как лежанках, без простыни и ничего. Просто они ложатся на вот эти лежаночки и спят. Ну, с чем это и не в пижамах, что тоже очень многих мам, которые сюда приезжают, вообще в ступор вводят, как это так, ребенок почти на полу, не в пижаме. Типа, что это за кошмар? На самом деле это связано с нормами безопасности. То есть, например, если что-то произошло, надо срочно всех детей поднять и вывезти. Они должны быть в обуви, они должны быть в одежде. И поэтому они и спят в обуви и в одежде. Но, видимо, эта норма безопасности как бы не закон, поэтому в русских садиках есть кровати, и дети там вроде бы спят в пижамах, насколько я знаю. Это тоже такой момент. Если вас в ужас вводит такая фотография спящего ребенка, то значит ищите русский сад. Ну и последнее, о чем хотела сказать. Это вообще-то есть, но очень тяжело найти. И это то, чего мне не достает. Это шоколадное масло. Оно и бывает в русских магазинах, но оно постоянно с просроченным каким-то сроком годности, или сроком годности, который истекает через месяц, или уже истек. И тяжело найти нормальное. Наверное, его не завозят, возможно, у него быстро истекает срок годности, может, поэтому его не привозят сюда, я не знаю. Время от времени я вижу его в русских магазинах, но всегда что-то с ним не так. Так что вот это вот тоже. А именно американского такого не существует, шоколадного масла. Ну, если кто-то знает, то скиньте мне, пожалуйста, название. Но я никогда не видела в супермаркетах здесь нечто подобное шоколадному маслу. И скажу пару слов о том, что помню. О том, чего говорят, что в Америке нет, но на самом деле это не так. Например, говорят, что нет вкусного кофе здесь. Он есть, просто надо знать, как искать и что сказать. Если вы просто закажете кофе в ресторане или в Старбаксе, то вам сделают американу, скорее всего. И да, ну, я вообще кофе не пью никакой, поэтому для меня оно все невкусное. Но, например, мама, когда приезжала, первый раз она, когда приезжала, она была в шоке от американского кофе. Сказала, фу-фу, больше я тут это пить не буду. В следующий раз она приехала и привезла с собой кофе для себя, чтобы нормальное пить. В следующий раз, когда она приехала, мы начали заказывать эспрессо. И эспрессо здесь это вкусный, обычный, нормальный кофе, как у нас, как я поняла, по маминым отзывам. То есть заказывайте эспрессо. Эспрессо в Старбаксе даже, везде. Не во всех ресторанах и кафе это вам сделают, потому что не везде есть эта машина. Но там, где есть эспрессо, эспрессо это нормальный кофе. Это не америка, но не гадость. То есть надо просто знать, что заказать, как это назвать. Многие пишут там вещи, что здесь нет, например, кефира или творога. Это все неправда, потому что здесь это все есть. Творог, наш творог, да, советский, есть в русских магазинах. Да, cottage cheese, который продают в американских супермаркетах, это не совсем, не творог. Но здесь он называется farmer's cheese. И даже не то, что русский, там, или российский, или украинский творог продают в русских магазинах. Нет. Американского производства farmer's cheese. Посмотрите, увидите. Там есть. Может и не только в русских магазинах, может и в других каких-то этнических магазинах. Кефир есть везде. Он есть в Safeway, он есть в Whole Foods, есть кефиры с разными наполнителями. Там клубничные, шоколадные, какие хочешь. Есть обычные, ряженка. Это все, вся эта молочка, она есть здесь везде. Ну, в Калифорнии так точно в любом супермаркете. Даже в Таргете я видела. А в других штатах я не знаю. Но в каких-нибудь Whole Foods от Trader Joe's точно это будет. Вот. На этом все. Пишите в комментариях, если я наверняка что-то забыла сказать, чего еще здесь нет. Кто знает, отписывайтесь. Если это видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Шушаника, автор блога USAdvise.ru. Все про США. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok